Геополитическую оплеуху Российской Федерации, судя по всему, очень серьезно готовит Армения. Она, кажется, всерьез собралась выходить из ОДКБ. По крайней мере, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что окончательное решение страны об участии в этой организации будет зависеть от того, сможет ли эта организация объяснить Армении, в чем видит свою зону ответственности в этой стране. Я напомню, что под состоянием на сегодняшний день Армения уже заморозила в организации свое участие, не участвует в заседаниях, обсуждении документов и не использует свою квоту по назначению заместителя руководителя ОДКБ. Разберемся в этой теме с нашим следующим собеседником. Присоединяем к нашему эфиру Андрея Веселовского, чрезвычайного и полномочного посла, советника директора Национального института стратегических исследований. Андрей Иванович, здравствуйте. Андрей Иванович, приветствуем. Добрый день. Ну, хотелось бы понять, насколько серьезно настроен Пашинян, что дает ему уверенности в таких действиях. Возможно, он уже заручился поддержкой каких-то стран. Тут следует вспомнить немножко, что такое ОДКБ, расшифрование наших слушателей, почему это ОДКБ возникло. Когда разваливался Советский Союз, то имперские умы в Российской Федерации, существовавшие еще с давних времен, они же никуда не исчезли. И вот стали делать всяческие конструкции для того, чтобы влияние на независимое государство, бывшие Советские Республики, никуда не исчезло, чтобы Москва дальше ими руководила. И одной из таких конструкций и было создание организации договора коллективной безопасности. Этот договор был скроен очень оригинально. Руководителем всех структур, которые входили в эту организацию, это много всяких комитетов, подкомитетов и так далее, были назначены русские военачальники. И руководили до определенного времени только или белорусы, или русские. Потом постепенно стали распространять эту паутину на страны, во-первых, Центральной Азии, и во-вторых, Кавказа. Вот тут возникали проблемы. Грузия, например, выходила из этого договора. Не все Центрально-Азиатские страны хотели в него входить или входили полностью, потому что все понимали, что это инструмент военного принуждения силы в руках Москвы. Армения особенно была в трудном положении, потому что, во-первых, у нее был конфликт с Азербайджаном, который не является участником организации договора коллективной безопасности, и, во-вторых, давние несогласия политические и исторические Армении с Турцией тоже составляли своеобразную угрозу для этого государства. Поэтому, кстати, Армения согласилась на размещение на своей территории группы войск Российской Федерации и позволила Российской Федерации охранять границу с Турцией, а также руководить контролем иностранцев в единственном международном аэропорту Армении, когда происходили военные события в 2020-2021 и в начале 2022 года между Арменией и Азербайджаном, когда был Азербайджаном освобожден Нагорный Карабах, то Армения не раз призывала ОДКБ, которым она состоит членом, помочь ей в этой ситуации. Но в Москве умели руки. Сказали, что, в общем-то, это ваш какой-то там внутренний конфликт, и вообще мы не будем этим заниматься. И в лучшем случае мы пошлем наши войска куда-то там на территорию Азербайджана с тем, чтобы они смотрели, все ли происходит нормально, все ли правильно, нет ли какого-то ущерба для мирного населения. Пять тысяч человек выгрузились на территорию Азербайджана, но ни один из них ни в чем не помог, не приостановил действия азербайджанских войск. Дело не в том, надо ли это было делать или нет, но формально Армения член ОДКБ, Азербайджан член ОДКБ, и Армения где-то так надеялась, что ее защитят. Мы не будем вдаваться в историю Нагорного Карабаха, но у Армении были свои расчеты на ОДКБ и на Погаш. Этого не произошло. И вот тут, параллельно с другими процессами, которые происходят, в частности с агрессией Российской Федерации против Украины и зверствами, которые осуществляют войска Российской Федерации на украинской территории. Вот это все открывало глаза армянским руководителям, и я не побоюсь этого слова, армянскому народу. Потому что сначала слова, а потом и действия армянского правительства в сторону выхода из ОДКБ не получили какого-то критического ответа в армянском обществе. Никто не протестовал, толпы не скандировали, вернемся в ОДКБ, будем навсегда с Россией. То есть этого не было. Потому что в армянском обществе созрело понимание того, что их держат за балвара в карточной игре, что они пешка в руках Москвы, и их территорию, и их географическое положение просто используют для того, чтобы российские войска стояли по периметру границ бывшего Советского Союза. И отсюда и заявление сначала спикера парламента, секретаря Совета национальной безопасности, а потом и премьер-министра, о том, что ОДКБ не отвечало нам на наши запросы, ОДКБ не отвечает нашим интересам, мы не видим роли ОДКБ в Армении, и потому мы сейчас ждем конкретного ответа из Москвы. Еще бы я хотел добавить, что более года уже армянские представители не принимают участие в заселении ОДКБ. И такой плавный выход, плавная подготовка к выходу, она имеет определенные основания. Армения не хочет рисковать резким ухудшением отношений с Российской Федерацией, потому что знает преступную сущность этого режима и боится, что Россия начнет резко дестабилизировать Армению. А она это может в определенной мере сделать, потому что имеет много рычагов на территории Армении. Андрей Иванович, а тут возникает резонный вопрос. По вашим собственным наблюдениям, по той информации, которая у вас есть, на каком этапе Москва, по сути, решила, извините за организм, сливать Армению? Москва надеялась, что у Армении не хватит мужества, не хватит решимости это сделать. Смотрите, вся электроэнергия Армении в руках российского капитала. Единственная атомная электростанция практически собственность Российской Федерации. Большой контингент войск рядом с Ереваном российским на военной базе. Хорошо вооружен, лучше вооружен, чем армяне. Далее армянские вооруженные силы на 90% укомплектованы российским оружием и тяжелыми легкими. Кстати, премьер-министр Пашинян очень метко сказал когда-то, нам Россия ненадолго до войны с Азербайджаном продала калибры. Так вот из этих калибров 50 никуда не летели, а из тех, что летели, только 10% куда-то попадали. 10% куда-то попадали. Так что вот в этом во всем и в России это все в России рассчитывали. Есть надежный якорь, которым Армения пристегнута. Ну и потом в России всегда раздували миф о том, что соседи Армении только ждут как бы ее захватить. Вот Турция ничем больше не занимается, но все точит зубы на Армению. А Иран, это же ислам, а вы же христиане, они тоже могут в любой момент вам нож в спину. Ну и потом у вас плохие отношения с Азербайджаном. То есть все эти запугивания, которые проводились в течение многих лет, десятилетий, они должны были привязать армянское общество жестко ко всем планам и идеям Москвы. Оказалось, нет, дураков нету. В эпоху интернета голословными утверждениями. Андрей Иванович, получается, что, по сути, Россия не планировала предавать Ереван. По сути, просто всячески игнорировала и продолжает игнорировать любые интересы Армении. Использует Армению только в том случае, если это интересно самой Москве, интересно самой России. Да, вся эта организация ОДКБ, по сути, это для того, чтобы организовать безопасность Российской Федерации. Все остальные пешки в этой игре, марионетки. Когда вы говорите, что она собиралась так делать с Арменией, вы правы, но она так собирается делать со всеми. А эти все, они это поймут и вслед за Арменией. Может пойти эффект домино? Большая, сейчас, большая военная находится в Таджикистане. Это для чего? Это почему от Российской Федерации 2,5 тысячи километров в ближайшей части. А зачем там военная база? Для того, чтобы пугать того, кто находится за границей с Таджикистаном. Там и Китай близко, там и Афганистан. Относительно того, пойдет ли этот процесс дальше после Армении, ну, во-первых, может быть и пойдет. Сейчас будут все присматриваться к тому, как удастся уйти из этого гнезда гадючего Армении. Если пройдет успешно процесс, не можем исключать, что так же не сделает и Казахстан. Там укрепляются и местные вооруженные силы, и властные институции. И в целом самосознание казахского населения, оно все больше и больше склоняется к тому, что надо быть более независимым, более сильным и строить, так сказать, свое будущее там, где ты находишься, а не на улице Тверской или в Кремле. А будущее Казахстана это Центральная Азия. Это крупнейшее государство региона с огромными запасами углеводородов, вообще с довольно развитой промышленностью. Кстати, космодром Байканул на территории Казахстана. Так что вполне возможно, что Казахстан, а может быть и еще киргизы будут думать постепенно А для чего ОДКБ, которая занимает, которая не помогает тогда, когда появляется угроза безопасности. Но, повторюсь, главное сейчас посмотреть, как это получится в Армении. Посмотрим, будем наблюдать за этой ситуацией и будем надеяться, что опыт Армении будет полезен. Надеемся, успешный опыт разрыва с Российской Федерацией будет полезным и для других членов как СНГ, полумертвого, так и полумертвого ОДКБ. Спасибо. Андрей Веселовский, чрезвычайный полномочный посол, присоединялся к нашему эфиру. Андрей Иванович, спасибо.